Всем привет! С вами Олеся и Стивен. И сегодня мы отправляемся на самую известную экскурсию в Мексике, которая находится на полуострове Юкатан в древнем городе Чеченица. Билеты на экскурсию мы нашли в интернете, каждый из них стоит по 150 долларов. У нас будет гид, говорящий на английском и на испанском языках, посещение пирамид Майя, посещение красивейшего сенота и мастер-класс по приготовлению традиционного майянского блюда. В этом видео мы будем делиться с вами самыми интересными моментами, поэтому усаживайтесь поудобнее, возьмите какие-нибудь вкусняшки из кухни и наслаждайтесь просмотром вместе с нами. Нас, как всегда, заранее поддержите лайком и всем приятного просмотра! Здесь на входе небольшой маркет, базарчик. Здесь вы можете увидеть всякие красивые статуэтки, очень классные. Надо узнать, какая у меня цена будет, потому что я хочу купить пирамиду обязательно, как реликвия. Привожу, это у меня традиция, с каждой страны привозить какой-нибудь сувенирчик. Привет, всем, мы на дороге к Чеченицу, это одна из капиталов Майянского импирая. На дороге там у нас много магазинов и инвентарев, которые пытаются продавать нам вещи, когда мы здесь. И, как вы сейчас присоединили нашим видео, если вы можете помнить нам огромное удовольствие и лайк и подписаться на наши будущие видео, мы очень рады. Мы очень рады, что мы очень рады. Мы будем проводить нашу экспедитацию всю эту площадку, я и Алейса, здесь. И мы надеемся, чтобы привозить какие-то хорошие видео и фотографии для всех, в зависимости от того, как все туристы позволят нам, потому что сегодня кажется, что сегодня последний день в сезоне мексиканских сезона. Таким образом, мы увидим, как это происходит. О, боже, это настоящая пирамида Кукулькана, которая входит в список, новый список семи чудес света. Господи, какая красота, я просто в шоке. Вау, как красиво в округе. А вот и известная пирамида Майя, которая входит в список новых семи чудес света. Ученые-майянисты полагают, что здесь приносили в жертву детей, когда восходил новый император, либо были какие-то новые построения, их религиозные построения приносили в жертву детей. Сейчас подойду, чтобы потрогать ее. Очень хочу потрогать. Но, естественно, она ограждена, и потрогать ее нельзя будем. Даже рукой, наверное, не дотянусь. Так хочется потрогать настоящую реликвию майянскую, которая простояла уже три тысячи лет на этой земле. С ума сойти! Красотища! Настоящая пирамида Майя. Смотрите, я нашла небольшой вход. Какой-то вход в эту пирамиду. Baby, there is the entrance into the pyramid. Can you see that? That's interesting! Мы предполагаем, что это подземные ходы, как ведущие в эту пирамиду. Немчин. Обратите внимание, это так круто! В день солнцестояния в марте. Не помню какого числа, но, по-моему, 20 марта каждый год. Здесь солнце становится таким образом, что на этих ступенях падает тень в виде змеи. Это такое представление, на которое собирается множество людей со всего мира и находится прямо здесь, в виде вот такой змеи. Это такая красота! Но сейчас апрель, солнцестояния нет, и мы не можем увидеть, как падает этот день. Ладно, пошлите дальше. На самом верху пирамиды расположена постройка с тремя комнатами. И в 1949 году в одной из них был обнаружен таинственный туннель, ведущий в гробницу Покаля, в которой находятся различные реликвия, сокровища и тому подобное. Я всегда задавалась вопросом, для чего майя строили все эти пирамиды? Неужели только для жертвоприношений и ритуалов? Однако археологи пришли к выводу, что все пирамиды майя и пирамиды Кукулькана были построены с целью повторения природных объектов, такие как горы, насыпи, всякие вулканические изгибы гор. Сейчас мы гуляем по древнему городу Майя, Чеченицы. Отходим от пирамиды Кукультана, идем к другому сборищу. О боже, я думала это звуки диких животных, а это оказывается дети делают с помощью свистулек. Такие страшные звуки, как будто бы геопард или леопард. Вот, бежит. Геопард. Здесь очень людно, много туристов, естественно, конечно. И сейчас мы идем в гейт, вот в этот, посмотреть его поближе. Еще построение майя. Какой-то храм, как гейт. Выглядит как гейт. Голова змеи. Здесь они играли в известную игру с мячом. Мяч весил 4 килограмма. Они его бросали в это кольцо. По легенде, проигравших убивали, сажали на кол и спускали по пирамиде его тело, облитые кровью по ступенькам пирамиды. Иногда же выигравших тоже убивали. То есть, правила постоянно менялись по рассказу. Люди хлопают в ладоши, чтобы услышать эхо здесь. На этом поле древняя цивилизация майя играли в играх, своеобразный майянский футбол. У них был 4-килограммовый мяч, который им нужно было забросить непосредственно вот в это кольцо. Здесь на верхушке стены сидели и наблюдатели, и зрители, майянские зрители. Здесь сидели наблюдатели королевской семьи. То есть, зрители королевской семьи. Вот на той площадке, на той сцене, на той гранд-сцене происходило коране. Приносили в жертву тех, кто проиграл, либо кто выиграл, потому что правила игры постоянно менялись. Приносили в жертву как победителей, так и проигравших этой майянской игры. Очень интересная культура и история дошла до нас в наши века. И я могу потрогать эти стены. Это совершенно крутое чувство, непередаваемое, когда ты касаешься трехтысячлетней стены и постройки древней, высокоразвитой цивилизации майя. Да, здесь все хлопают в ладоши, либо кричат, чтобы услышать эхо. Я не знаю, зачем они это делают. Такое ощущение, как будто бы они никогда не слышали свое эхо, но окей. Это самый большой балл-кор, который мы знаем в Маспетане, а то, что до сих пор. Что это за археологи, а также некоторые люди, которые ошиблись, это факт о том, что в ринге, для этого выиграли, чтобы выиграли его в хопе. Но проблема, что они так далеко, они не знают, что это возможно. Такое ощущение, что они регулировали, Продолжение следует... 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 и они придумали 0.0 тоже интересный факт эти звуки гепардов создают свистульки которые продаются здесь это не птички, это свистульки, но птицы здесь тоже есть и они очень красивые я говорю что мы уже купили много сувениров здесь очень много продавцов но как предупреждали люди что они будут приставать бегать за нами нет ничего подобного они очень цивильные тихонечко сидят рекламируют свои товары такого чтобы бегали приставали под ногами бегали нет такого нет так что в этом плане можете быть спокойным вам никто не будет мешать наслаждаться прогулкой возле пирамиды майя кстати вот она самая красотища кому нравится ваши впечатления ваши ощущения напишите в комментариях мне будет очень интересно почитать к слову о жертвоприношениях майя наш гид сказал что они не приносили в жертву людей так часто и таким страшным образом как это описано в интернете это все легенды это все слухи этим занимались ацтеки но майя были очень дружелюбны они есть сейчас даже майя дружелюбный народ и они не занимались таким они больше интересовались арифметикой да там космосом их больше интересовали вот такие вещи искусство вместо того чтобы приносить в жертву детей либо других людей как это делали настоящие ацтеки мексиканские звуки здесь мы нашли дорогу к сеноту все я уже чувствую запах воды мы направляемся к сеноту по этим джунглям нашли дорожку сейчас увидим сеноты мексиканцы мне улыбаются как мило какая красотища сейчас я вам покажу это но в этом сеноте купаться не для ехали к сенотам смотрите какой он красивый какой он большой шикарный здесь купаются люди все спасательных жилетах потому что глубина сенота 60 метров сенота 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 прохладная водичка говорит но не такая холодная что купаться можно сейчас мы идем в ресторан смотреть мастер-класс как готовить традиционную майянскую пищу и прямо около сенота этот ресторан находится мне сказали что мы сможем перекусить также здесь а уже после плавания нас полноценно накормит что не может не радовать здесь очень красиво тоже сюда в ресторан находится над сенотом вот так он выглядит очень цивильно достаточно обещал дать какие-то снеки для нас перед тем как мы пойдем купаться потому что невыносимо голодная сейчас на кухню ресторана и сейчас нам будут показывать мастер-класс как готовить мексиканское традиционное блюдо сейчас нас будет учить как готовить памучас это сливка, это сливка и смена, это сливка, это сливка и вода и сливка да с смеcca мне кажется это в океане у меня также есть мекона что это? это плод? да, это плод сундмерт, и в среду сделаете мем это плод сундмерт? да плод сундмерт это изießка? кожа я беру с кукуросия просто посмотрите в его технику она делает с одной стороны лишь я сделала все хорошо с одной стороны она делается ее как вы видите, она сделает circle а с другой стороны она даст но с другой стороны она выжила старик сделать круг это циркул да, это все и попробуй увеличить сколько? 1 или 2, но попробуй все может быть с вашей рукой если в вашей рукой, с вашей рукой это все, попробуйте, попробуйте, это будет немного легче это чехол, это чехол, это чехол Легче мы кладем капусту и немножко курицы. Вот так вот. Курицы. Шупи. Курицы. Повер, ты энергетичный? Да. Ты много энергии. Да. Курицы. Курицы лучшие. Да, это лучший курицей. Это наш курицей. Это чай. Что это? Чай, будь осторожен. Не пиши. Да, да, да. Вот это что мы приготовили. Мы сейчас готовим от рога на жарку. Чтобы ты расплавился. Как это выглядит? Сопы. Сопы? Сопы. Сопы. Так выглядят наши сопы. Сейчас на них сыр будет плавиться. Очень интересно. Здесь тоже другой блудок. И поночи. 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 Сопы. Сопы это поночи. они мне сказали оставаться там будут учить все как готовить третье блюдо но у меня уже нет сил я хочу есть я сказала я строго поем потом приду к вам смотреть как вы готовите традиционная майянская кухня вот так выглядит покушали сейчас собираемся идти купаться в сенот нам раздали спасательные жилеты потому что глубина там 60 метров хотел сказать 60 тысяч слишком было бы много перед походом сенот необходимо принять душ вот под такой дорожке мы спускаемся к сеноту нужно быть очень аккуратным чтобы не упасть ноги мокрые после душа он не думает скользнуться вот это подводные пещерные воды которые протекают под землей мексиканский вот так он выглядит на крыше вот здесь красотища наконец-то я вижу эту вживую сенот находится вот здесь в скалах по моему я живу взгляну я верю вода очень холодная, ледяная наверное тут находится прямо в пещере Все, вот здесь я по пещерам спускаюсь, вау, классная пещера. Такие скалы, спускаемся, чтобы купаться в сенот красивый, Голубой, водичка голубая, красивая. Вау, baby, this is so beautiful. How's the cold temperature? Maybe 20 celsius. 20 celsius? What do you think? So it's cold, but not really. О, мой любимый напиток из листьев принесли. Mucho gracias, mucho gracias, Alejandro. She wants some more of that. Вот такой обед нам принесли после того, как мы искупались. Это покчук есть. Называется покчук, напиток. Здесь у нас рис, что-то пик, свинина, свинина, рис. Сейчас мы обедаем. Сейчас мы обедаем.